Чем ближе новогодние праздники, тем больше поддельного алкоголя. Его производят где угодно, из чего угодно и как угодно. И подобные напитки унесли уже не одну жизнь, погибшей по всей стране. Только в последние дни уголовные дела по фактам смерти людей возбудили в Ивановской и Самарской областях. Каждый регион борется с контрафактом по-своему. Так в столице Татарстана открыли горячую линию. По телефону можно сообщить о барах и магазинах, где распространяют напитки сомнительного качества. Все подробности в репортаже Светланы Костиной. Что там стоит? В ящике. С чем? С русской хлебной. Откуда взяли? Сотни ящиков водки самых разных брендов, и это только в одном гараже. Все бутылки на первый взгляд ничем не отличаются от настоящих. Фирменная упаковка, этикетки, акцизные марки. Вот только по результатам экспертизы алкоголь признан непригодным для употребления. При проведении обысков оперативники изъяли всю готовую продукцию. Более двух тысяч бутылок водки известных производителей, а также 95 литров спирта и коньяка, расфасованных в пятилитровые тары. Преступная группа занималась производством суррогатного алкоголя около двух лет. Четко организованная схема. В цехах, которые располагались в обычных гаражах, продукцию разливали по бутылкам. Наклеивали поддельные акцизные марки, этикетки, затем развозили по складам и продавали. Реализовывали исключительно крупными партиями. Покупатели только проверенные люди. От клиентов не было отбоя, цена была слишком привлекательной. Бутылки коньяка, по сведениям, которые нам были представлены представителям правообладателя, стоят около 10 тысяч. У них продавалось в районе за 200 рублей. На различных пунктах приема стеклотары собирались бутылки пустые из-под различной алкогольной продукции. В последующем уже изготавливалось, путем смешивания спирта и воды, изготавливалось спиртосодержащую жидкость, который разливался по данным бутылкам. Отличить поддельные виски от настоящего достаточно просто. Нужно обратить внимание на этикетку. Она должна быть ровно наклеена, а также на акцизную марку. Как правило, на подделках надписи и цифры практически не читаются. Нелегальный коньяк, виски или водку распространяли через интернет. У таких сайтов немало клиентов. Здесь дешевле, чем в магазине. Поддельный алкоголь можно было купить и в круглосуточных барах или бестро. В этом заведении спирт из 5-литровой канистры разливали в бутылки из-под водки и продавали под видом качественного алкоголя. Наливают или этиловый спирт, разбавленный красителями и ароматизаторами, либо, и это очень-очень плохо, метиловый спирт или спирт технический, спирт из непищевого сырья. То есть употребление этого спирта приводит к таким печальным последствиям. Оборот нелегального алкоголя в стране перед праздниками набирает немыслимые масштабы. Только в Татарстане доля поддельных высокоградусных напитков может составлять 30%. К борьбе с суррогатом власти Казани решили подключить горожан. Теперь на телефон горячей линии они могут сообщать обо всех подозрительных заведениях или магазинах. За несколько дней поступили уже десятки жалоб. Вступило нам сообщение о том, что продается, дословно цитирую, как люди пишут, продается отравленная продукция, и друг звонившего выпил там 100 грамм водки, после чего увезли в больницу и еле откачали. Вся информация передается в правоохранительные органы. Иногда расследование заканчивается раскрытием целой преступной группы. Производителям нелегального алкоголя грозит немалый срок от 5 лет лишения свободы. Светлана Костяна, Олег Матюшин и Анатолий Минеев. Первый канал. Казань.